Сегодня в 23 часа по московскому времени начнется первый полуфинал Евровидения. Россию представляет жительница Зеленодольска Дина Гарипова, победительница престижного телепроекта. Есть всего 21, но многие именитые говорят о ней с уважением. Джо Кокер, например. Он приедет в Казань 5 июня, а нынче мы встретили с организаторами его гастролей. Дину Гарипова называют одним из самых серьезных конкурентов на Евровидении 2013. С этим согласен и Джо Кокер. Известный английский исполнитель считает, что с таким талантом представительницу России ждет успех. Творчество татарстанской певицы, известной мастер Плюза и Рока уже успел послушать. Исполнитель серьезно готовится к поездке в Казань. У нас он окажется впервые. Он сказал, что у Дины прекрасный голос, ее ждет большое будущее. Он ей пожелал, конечно же, успеха на Евровидении, но в то же время, будучи человеком уже зрелым, сказал, что жизнь это все-таки не соревнование, не чемпионат, и в ней важно, не какое место ты занял, а как далеко ты зашел. Организаторы не исключают и личного знакомства певцов. Лучший голос России приглашают послушать один из лучших голосов планеты. Возможно, и вовсе споют дуэтом. Джо Кокер даст первый и единственный концерт в Казани 5 июня, за месяц до всемирных студентских игр. И это тоже привлекло внимание артиста. Сам является британцем, который живет в Америке. Поэтому он тут же решил, что они с женой в ближайшее время определят, кто в их семье будет болеть за Англию, а кто за США. Увидеть универсиаду Джо Кокер сможет лишь по телевизору. В июле певец будет на гастролях. В Казани артист проведет всего один день, но, возможно, еще вернется. Один всемирно известный британец уже захотел повторить концерт в столице Татарстана. Сразу после всемирных студентских игр казанскую публику ждет стинг. Эльвири Бятулина, Вести, Татарстан. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!